В Законодательном собрании Ульяновской области состоялось очередное шестое заседание. Депутаты рассмотрели проект бюджета во втором чтении. Народные избранники единогласно проголосовали за бюджет 2024 года и приняли его. Главный финансовый документ региона, бюджет Ульяновской области на 2024 год стал социально направленным. Процесс принятия бюджета во втором чтении был сложным. Депутаты и все фракции Законодательного собрания активно участвовали в его обсуждении и вносили поправки. Я считаю, что на данный момент, как распределены средства, практически не все меня устраивает, но практически почти идеальный вариант. Мы прекрасно осознаем и понимаем, и фракции «Справедливая Россия» за правду поддерживают бюджеты. Основные параметры бюджета утвердили еще месяц назад. Тогда закон был принят депутатами в первом чтении. Фракция «Единая Россия» поддержала главный финансовый документ региона. Депутаты фракции обсудили с правительством выделение дополнительных средств на строительство и покупку жилья для детей-сирот. Позиция фракции «А» – бюджет социально направленный. Второе – это обеспечение всех уровней заработных плат, которые относятся к компетенции областного бюджета. То, что вы сказали, мы очень внимательно посмотрели на кредиторскую задолженность муниципальных образований. И четко, прекрасно понимаем, что без помощи областного бюджета муниципальным образованием не справятся. 100 миллионов рублей в бюджете предусмотрели на поддержку народных инициатив. В приоритете остаются статьи расходов на поддержку участников СВО и их семей. На профильных комитетах рассмотрели более 20 государственных программ. Каждый комитет дал свои рекомендации. Принимаемый сегодня бюджет, то есть предлагаемый правительством, мы рассматриваем законодательным собранием, следует считать, ну, по крайней мере, так наша фракция будет считать, и ЛДПР, и считает его рамочным, безусловно, требующим наполнения финансами практически всех государственных программ. Фракция КПРФ много лет настаивала на том, чтобы заработные платы вносились в бюджет на весь год. В этом году этого вновь удалось добиться. Мы будем обновлять меморандум, то есть это решение наказов избирателей. Он у нас, в принципе, в этом году неплохо был реализован, и мы планируем его в какой-то части обновить. Кроме того, многократно делали упор на то, чтобы снижался государственный долг Ульяновской области. Видим, что есть, скажем, планы по его уменьшению. Документ предусматривает финансирование многих программ в сфере здравоохранения. Медики отмечают, что главный финансовый документ региона позволит решить в новом году важные задачи, которые раньше приходилось откладывать. У нас за последние несколько лет и на следующий год будет продолжаться ремонт большой капитальной нашего учреждения и закупается ежегодно оборудование медицинское, которое очень нам необходимо. В этом году был приобретен рентгеновский аппарат стоимостью более 14 миллионов рублей и УЗИ-аппарат стоимостью 5 миллионов рублей. В том числе на эти закупки были выделены средства областного бюджета. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поблагодарил депутатов областного парламента за кропотливую работу над бюджетом. Мы нашли конструктив, нашли компромиссы и дальше будем двигаться только вперед, еще более быстрыми темпами, чем до этого. Поэтому большое всем спасибо, я очень всем благодарен. Доходная часть областного бюджета на 2024 год составит более 86 миллиардов рублей. Расходы казны превысят 88 миллиардов рублей. Почти 70% средств, более 59 миллиардов рублей, будет направлено на развитие социально значимых отраслей. По итогам голосования депутатов областного парламента бюджет был принят единогласно. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.